Всем привет, ребята! Это новый выпуск на моем канале Сейчас уже 23 год Поэтому я хочу поздравить вас С прошедшим новым годом С прошедшим старым новым годом Пожелать вам счастья, здоровья, благополучия Этот новый год я решил начать С нового видеоролика Как я и рассказывал Новый ролик будет о том Как мы будем восстанавливать вот эти фары Довольно уставшие Довольно уже потертые Походившие Пока я охлаждаю здесь Весь свой гараж Ты наливаешь себе горяченький чаек Устраиваешься поудобнее И мы начинаем проделывать очередную Крутую работу А ты в свою очередь не забывай поддерживать меня Ставь лайк, пиши комментарий И смотри видос до конца До самого конца Это поможет продвинуть его в топы И поможет мне двигаться дальше Будет стимул Так что просто не забывай это делать При каждом просмотре моего ролика Значит смотри Сгонял в магазин Купил вот наждачек Вот так вот Восьмисотую, тысячную Полторы тысячную, двухтысячную Что я буду с ними делать Ты узнаешь дальше Так что не пропускай Смотри Да кстати двигаюсь я На маминой машине В таком она состоянии немножечко Ну а не и потом Давненько здесь не было Вот мы взяты Клёса и зимние тоже спущены Ё-моё Дорога Снег Луна Даль Я туман Ты тайна Всё фатально Встречка Давай детально Заправка Два кофе Варламе Лайс Красные танки Гром Дождь Аквариум Гарантии Злость Акваминерали Валю Горы Радио Помехи Четвёртый трек Кандёр Тепло Друзь Крэк Спидометр за сто Итак что у нас здесь Распаковка в общем Скотч малярный Ну он на всякий случай Вдруг придётся Заклеивать фару Вот такой Лак Акриловый Фирмы Холекс Я так понимаю Да Раз название тут В общем Он Специальный Специальный Для Фар Я забивал В поиске На Валбересе Покупал его Там и забивал Специальный Лак Для Фар И вот он выдал мне Вот этот То есть Были Кудовские Не стал их Покупать Решил заказать Вот этот А он по 300 С чем-то уже идёт Чуть подороже Куда Но Не суть важна В общем он Автомобильный Вот И Вот такие Вот такие Наждачные Листы Бумаги Значит Чё у нас тут П800 П1000 Полторы Тысячи И две Всеми этими бумагами Наждачными Мы сегодня будем пользоваться Все они нужны С помощью всего вот этого Я попытаюсь сегодня Обновить Свои фары Сделать их Чуточку Новее В общем Делаю я это первый раз Так что лайк Подписка Поддержи меня Если тебе не сложно А мы Начинаем И первым делом Что мы сделаем Это откроем капот И снимем фары Пока мы Находимся В тепле Потом я думаю Мы Выгоним отсюда Машину Зашкурим Замотуем Все вот эти фары Которые На сегодня Запланировал Нанесём на них Лак Если быть точнее И Когда они Немножечко Подсохнут Мы Загоним Машину Сюда Но Нужно так Чтобы не было Пыли Иначе Вся наша работа Пойдёт На смартфон Вот Ну погнали Открутим Фонари Выгоним Машину И начнём Ладовать Самый редкий Винус Самый худший Парканьер Спорим Одна в месяц Или в глотку Револьвер Спорим Что ты Больше Не покинешь А я взгляд Я Газ И так Начнём Мы с того Что Немножечко Протрем Вот так Чтобы Было Видней И первым Делом Мы Берём Наждачку П 800 Вот И ей На сухую Будем Шкурить Сейчас Кстати Наждачка Недорогая Очень Прям Хорошо Так Такого Листа Я думаю Мне Вот так Его Ещё Для удобства Просто И вот так Вот Погнали Ребят, короче, не буду тратить ваше время и ваше время, поэтому я как сейчас делаю? Сейчас обе фары P800 замотаю и включусь обратно, покажу вам, что я делаю дальше. В принципе, логично, всё понятно. В общем, подключусь чуть позже, просто чтобы не тратить ваше время. Пока, поставь лайк, налей чаёк и мы продолжаем. Итак, вот такой результат пока после P800. Всё матовое, всё гладенькое. Есть вот такие мини-сколы. Я надеюсь, что они зальются лаком потом. Ну, как бы фара гладкая, они не чувствуются. Я не знаю, это вот скол. Вот это точно скол. Вот тут скол. То есть, а вот это вот маленькое, я не пойму, что это такое. И надеюсь, что лаком они зальются. Тем временем, мы берём наждачку P1000 и начинаем с водичкой уже тщательно обрабатывать поверхность этих фар. Потом, конечно же, P500 и P2000. И в конце покрываем лаком. Если будете вдруг начинать делать, возьмите лучший круг для шуруповёрта или, если у вас есть шлифмашинка, то лучше это делать какой-то машинкой. Может быть, тогда эти все сколы бы и ушли. Вот. Ну, не буду тратить время. Погнали делать. Опять не буду терять ваше время. Просто зачищу P1000, потом подключусь. По ходу буду подключаться. То есть, когда я буду менять наждачку, буду вам показывать. Теперь мы берём полторы тысячи. После полторы тысячной наждачки фара уже даже не такая уж и матовая. Сейчас берём двухтысячную. Также с водичкой всё это тут сделаю. Вот. И потом подключусь. I tried to leave, but here I am Shading my skin like I never did before Shading my skin for it I brought you down, but I never drew first blood For it Вот такая фара становится после двухтысячной наждачки. Почти уже прозрачная. Что буду делать я дальше? Сейчас я вторую фару тоже так же сделаю, как и эту. Также с водичкой всё. И перед тем, как наносить лак, я подключаюсь. Смотрите. Конечный результат после P2000. Наждачка, повторюсь, это наждачка. P2000 это зернистость. Вот. А эта ещё сухая с водичкой. Сейчас вот водичка высыхает. И погнали. Вот она такая же мутная станет. Вот. Всё гладкое, всё зачистилось. Смотрите, какие моменты. Вот пятнышко. Тут где-то ещё было. Вот тут пятнышко. Это всё с той стороны стекла. Вот. Это я смогу исправить только, когда буду ставить сюда линзы. Да, именно так в планах у меня поставить линзы. Хотя бы на ближний свет, но и думаю, что и на дальний свет тоже они поставятся. Да, но это, наверное, будет только летом. Значит, смотри, они все стали матовые. Сейчас настало время их покрывать лаком. Перед этим нужно обезжирить. У меня вот такой ацетон первой линии. Так, ну вот. Я их тут расположил. Сейчас вот берём микрофибру вот такую. У меня она была. Нальём вот так вот. Щедро и обезжирим. Всё, фары гладенькие. Хорошенькие, готовенькие. Важно, перед тем, как наносить вот этот лак, либо краску, смочите вокруг водой, желательно мыльной, полы и стены, чтобы, не дай бог, не поднялась пыль. Иначе вся ваша работа будет на смартфу. А сейчас мы трясём баллончик 2-3 минуты. Так, и всё, поехали. Перед этим брызгайте вот так в сторону, чтобы нормально пошёл. И вот такими движенницами. Пока 2-3 минуты проходят соседнюю. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну всё, ребята, последний контрольный третий слой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хочу повториться, что я не профессионал. Это первое. Во-вторых, я делал это вот с таких баллончиков. В-третьих, я зачищал фары руками, хотя лучше, наверное, всего взять какую-то машинку для зачистки. Будем ждать, пока высохнет, и потом я уже вам покажу до и после. А там вы уже сами посмотрите, что-то поменялось или не поменялось. Ну и, соответственно, напишите в комментариях, насколько вам заходит такая работа. Так, ну всё, братва, я всё закончил, оставляю на ночь высыхать, фары вон они лежат, видно, не видно, не знаю. Ну, в общем, завтра мы увидимся, я вам покажу, что у меня получилось. И так прошла, если сказать честно, неделя. Я очень долго мучился с этими фарами, хотя думал, что это займёт у меня один день. После того, как я их оставил здесь в гараже, я начал загонять машину, не дождавшись, пока всё это высохнет. И одна фара обреснула и покрылась, как бы это сказать, как крокодилья кожа стала. Вот, если найду картинку, вставлю, покажу. Я пришёл опять в гараж, начал её зачищать. Опять так же покрыл всё, налетела пыль. Я опять всё заново. В общем, вся та же процедура длилась неделю. И в конце концов, я это смог закончить. Получилось не совсем идеально, потому что фара со временем накопила очень много маленьких сколов. От этого лак лёг неровно. В общем, не будем долго говорить, просто пошлите и посмотрим. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот такой результат получился. Не совсем идеальный, но всё равно лучше, чем было. А ты подписывайся на мой канал, ставь лайки и пиши комменты. Это мне поможет в продвижении моих роликов. Увидимся в следующем ролике. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok